всем доброго времени суток до них что-то ничего не снимал хотя там принципе с летних архивов есть кое-какое видео не знаю что руки все никак не доходят сделать ролик сейчас зима так зимой я рыбак не особо иногда может выползла будем снимать обзоры о том как мы готовимся к следующему сезону возможно может будет несколько роликов по итогам года так скажем есть что показать есть что рассказать планируется несколько занятий с ребятней тоже мы решили изучить выпускного года поводковой оснастки поэтому может быть несколько роликов ну пока зима мы как обычно затариваемся было уже несколько посылок не стал снимать анбоксинги в принципе шуршать обердками и хвастаться а боксингами ножницами не будут приходили там коробушки ребятишка пришли около что ушло в народ кое-что еще пришли заначки на будущее было две посылки значит одна с мормышками вольфраме и другая с чебурашками почему вольфрам был у меня опыт летом несколько рыбалок правду у меня там две мормышки и отначе порошка покидал покидал пока не оторвал принципе понравилось ну и решил слегка затариться искал искал то есть перевел весь интернет цены даже так страшно такую мормышку закидать в речку но как говорится нашел ну и ссылочка это внизу оставлю может кому-то еще надо вот это не какая-то реклама просто сам нашел может кому-то еще пригодится так скажем вполне гуманной ну а сейчас камеру переставлю покажу расскажу что где и зачем начну пожалуй с мормышек значит зарядился вот так вот батареи наш мормышки брал от 0,2 грамм до 1,2 грамма то есть здесь вот я их немножко так по весу распределил значит 0,2 грамма 0,2-0,3 здесь это брал в основном на обель почему вольфрам как я уже говорил был опыт у меня летом немножко помормышить мне понравилось во в первых при том же весе что и свинцовая имеет более компактный размер более скажем так проработано да с другой стороны легче пробивает ветер и легче пробивает течение иногда складывалось такое ощущение что вот не хватает буквально чего-то да то есть либо течением мормышку проносит над рыбой либо не могу куда-то буквально вот чуть-чуть докинуть ставишь мормышку побольше клев сразу резко так скажем ухудшается и поэтому вот был у меня там пару мормышек пока не оторвал то есть мне на них ловить понравилось была еще одна чебурашка хватило мне буквально на час рыбалки но тоже понравилось что самое интересно не знаю может этот звук какой-то там она издает груди на как позвонче да по камушкам ну можно в принципе проверить вот берем свинцовую мормышку берем вольфрамовую то есть свинец разница чувствуете да ну вот принципе одного веса мормышки но даже как говорится в рукопашной чувствуется что вольфрам чуть-чуть потяжелее ну не так конечно штамм в два-три раза но все-таки разница ощущается тем более если мормышки так более-менее там уже грамм уже там чувствуется нормально конечно 0,2-0,2 вы возьмете там особо-то не почувствуете вот в таком плане значит где их брал я ссылочку внизу кину ну хочу сказать что например вот такой вот мормышка на 2 грамма стоит всего 16 рублей полазил по нашим магазинам по местным магазинам пробежался то есть да с учетом пересылки они мне обошлись ну скажу так в два с чем-то раза дешевле чем если бы я это все брал у нас в магазине посмотрим сезон покажет как оно что из этого получится ну так вот даже вот чисто с эстетической точки зрения да они мне как-то больше там нравится симпатиши ну ладно но сейчас немножко чебурашках тоже затарился сделал по 10 штук в принципе в развесовке грамм полтора и два буду пробовать значит нашел самое дешевое что только нашел что только нашлось не знаю может если где-то кто-то найдет подешевле можете информации поделиться можно найти подешевле но это надо брать мелко окном тонны полторы это либо толпой скидываться либо не знаю вот такие вот чебурашки выполнен принципе качество достаточно такое но можно сказать отличную этот грамм чебурашка полтора-два в принципе сейчас положим брал чисто на микруку возможно там при желании можно на тропатке потягать для таких интересных скажем так заготовочек поделочек и так далее чтобы последнее время меня пробило на всевозможные скажем так самоделки ну об этом будет отдельное видео но пока немножко могу показать что в принципе получается делал я пробовал собирать безусилые вертушки этого вертушечка у нас собрана на двух граммах это вертушечка у нас вот так нам лучше будет видно но я потом увеличу фотографию сделаем а это у нас собрана на то есть вот такие получаются вертушечки безусилые кто-то называет джиговыми их вертушками еще в ванне я их маленько потестил в принципе они достаточно так хитро играют заводятся вообще на ура то есть даже на ступеньки успевают лепесток завестись а если не успевает он работает как колеблющийся весна ну как тут в таком плане дальше тут у меня есть еще самоделочки тут всевозможные тоже делал ну об этом будет отдельное видео там с ребятишками соберемся я буду показывать как они делаются дам задание сделать штук несколько себе на лето ну и там все подробно расскажу покажу никаких тут америке я не открываю все их делают ну просто что-то же получается на наш как-то похвастаться что ли вот таком плане и что-то меня на рукоделие пробило значит там сейчас идут уже две посылочки с комплектующими хочу попробовать пособирать микровертушки для скажем так ловли ельца что-то летом половил как-то мне тут понравилось именно на микровертушке на микроколебалочки бойкой такая рыбка интересно так клюет ну не форель конечно но все-таки ну и тут слухи то у нас все ходят ходят что вроде как ясен у нас тут появился ну не знаю сезон как говорится покажет он может быть вот такой какой-то сумбурное видео получилось ну как говорится что есть то есть не буду тут сейчас 48 дублей снимать как-то не любители как снимается так снимается кому нравится смотрит не нравится не смотрит в основном то больше как видео снимаешь для себя для друзей которые уже знают тебя и принимают таким как есть вот таком плане ну на этом пожалуй закруглюсь всем пока спасибо 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 спасибо